С начала учебного года по всей стране прокатилась волна массовых отравлений в школьных столовых. Десятки пострадавших учеников, некоторые в тяжелом состоянии, причина в халатном отношении взрослых к здоровью детей. Это и антисанитария на кухне, и банальная экономия на продуктах. Школа номер один Десногорска. Ученики начальных классов спешат в столовую. Гранит науки грызется легче на сытый желудок. Вилок и ложек хватило всем. Персонал приводит в порядок столы и помещения в ожидании следующей перемены и следующих классов. Идем за кулисы. Процесс приготовления начинают с мойки. В специальной ванне промывают мясо, рис, макароны. Все чисто и постоянно проходит обработку. Школы регулярно проверяют сотрудники санэпидемстанции. В холодильниках для продуктов тоже все в порядке. Никаких остатков или заготовок на черный день в школе нет и быть не должно. На кухне тем временем готовят завтрак для детей постарше. Еда соответствует тому, что заявлено в меню. После каждого приема пищи оставляют контрольную пробу блюда. Здесь у нас хранятся пробы. Их ставит наша медицинская медсестра. Здесь у нас написано понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. И складывают пробы. И группу продленного дня, и завтрак горячий. В случае инцидента эти пробы помогут разобраться, в чем причина отравления. В другой школе Десногорска та же картина. Стандарты питания едины и соблюдаются всеми образовательными учреждениями. Сегодня на завтрак тушеный картофель, куриное мясо, хлеб и чай. Все свежее, а главное соответствует принятым нормам питания. А еще наверняка это очень вкусно. Будем пробовать. Проблем с продуктами у десногорских школ нет. Ингредиенты поставляются одними и теми же проверенными поставщиками многие годы. Каких-либо случаев отравления зафиксировано не было. Мне очень нравится быть в столовке, потому что там вкусно готовят. Я включу столовую, мне очень нравится, очень вкусно. Всем советую. Аппетит и настроение школьников – один из главных показателей качественного питания. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.